В однородном магнитном поле мы его обозначим кружочками с крестиками, то есть поле направлено от нас. Это поле считается однородным. Движется заряженная положительная частица. Скорость частицы V, заряд Q. На эту частицу можно определить направление силы Лоренца по правилу левой руки и величина этой силы Лоренца будет равна заряду на скорость частицы и на магнитное поле. Под действием этой силы частица будет двигаться по окружности. Из второго закона Ньютона МА равно Q на VB или в проекции на ось силы МА QVB Ну и поскольку будет движение происходить по окружности, мы напишем здесь центростремительное ускорение В квадрат разделить на R. Скорость пропадает и из этого выражения можно получить формулу для R. Это будет МВ МВ деленное на кубы Частица будет двигаться по окружности за счет того, что вектор ускорения будет всегда перпендикулярен вектору скорости и новое направление скорости будет повернуто относительно предыдущего То есть вектор ускорения будет как бы тащить кончик вектора скорости по окружности изменяет направление вектор скорости и вектор ускорения автоматически всегда перпендикулярен этому направлению Это приводит опять к повороту вектора скорости в том же направлении Формула для радиуса кривизны траектории или радиуса окружности по которой вращается запоминать не надо и даже нельзя Получается она из двух формул Первая формула для силы Лоренца И вторая формула Второй закон Ньютона С использованием формулы для нормального или центростремительного ускорения В квадрат разделить на радиус кривизны траектории Продолжение следует... Продолжение следует...